Европейский Союз теряет Великобританию, а Британия теряет Шотландию. Уже завтра Лондон может запустить процесс выхода из Евросоюза и официально начнет двухлетние бракоразводные переговоры с Брюсселем. Одновременно Великобритании придется вести переговоры с бунтующей Шотландией. Там сегодня официально заявили об очередном референдуме по независимости. Давайте поговорим со Светланой Чернецкой и узнаем подробности этого непростого дня в истории Соединенного Королевства. Светлана, здравствуй. Ты сейчас у здания парламента. Расскажи, что там происходит. Катя, сейчас все внимание приковано к тому, что происходит в британском парламенте. В эти минуты депутаты готовятся к голосованию по законопроекту о выходе из Евросоюза. Это очень важный момент в истории Брекзита. Нижняя палата рассматривает поправки к документу, внесенные лордами. Это касается обеспечения прав европейцев, уже проживающих в Соединенном Королевстве. И голосование по условиям сделки, которую удастся заключить Лондону и Брюсселю. Депутаты намерены проигнорировать предложение лордов и принять закон в его первоначальном виде. Это вот-вот должно произойти. Ну а в 10 вечера по местному времени за документ проголосуют во второй раз уже в Верхней Палате. И там бунт тоже не предвидится. Ожидается, что лорды смирятся и настаивать на своих поправках не будут. Закон примут в целом. Еще предстоит маленькая формальность, подпись Ее Величества. И Тереза Мэй сможет уже хоть завтра дать старт процедуре Брекзита. Она начнется с официального уведомления Брюсселя о запуске статьи 50 Лиссабонского договора. Как на это реагируют в Шотландии? Они не хотят Брекзита и уже давно говорят о втором очередном референдуме о независимости. Но похоже готовы перейти от слов к делу. Так ли? Это правда. Первый министр Шотландии Николас Терджин заявила, что референдум по отделению от Великобритании планируется провести в период с осени 2018 года по весну 2019. Время выбрано неспроста. На тот момент уже будут понятны условия бракоразводной сделки между Великобританией и Евросоюзом. И шотландцы смогут определиться, в чьих объятиях остаться. Лондона или Брюсселя. Главный аргумент за проведение референдума факт, что большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Важно, чтобы Шотландия воспользовалась правом выбирать свое будущее в момент, когда расклад станет более ясным, чем сейчас. Но это нужно сделать до того, как будет уже слишком поздно выбрать наш собственный путь. Но тут тоже не все так просто. Сначала Николас Терджин надо получить разрешение на проведение референдума у шотландского парламента. Затем у британского правительства. А Тереза Мэй не раз подчеркивала, отпускать Шотландию не собирается. И это ее личный приоритет. Тем более, что первый референдум по независимости проводился всего два года назад. И более 55% шотландцев не захотели раскола страны. В общем, впереди еще много интересного. Свет, спасибо. Это была Светлана Чернецкая из Лондона. Продолжение следует...